Советский истребитель-бомбардировщик Су-7, более известный в вооруженных силах НАТО как «Фиттер», разработан в 1950-х годах ОКБ имени Сухого как сверхзвуковой истребитель, который впервые в практике советского сверхзвукового самолетостроения был оборудован регулируемым воздухозаборником и цельноповоротным горизонтальным оперением, или другими словами, управляемым стабилизатором. В одном из испытательных полетов этот самолет достиг скорости 2170 км в час, что на 270 км в час превышало уровень, заданный в тактико-технических требованиях. В результате, восстановлением правительства от 11 июня 1956 года, еще до проведения госиспытаний, самолет был запущен в малую серию на заводе номер 126 в городе Комсомольск-на-Амуре под обозначением Су-7. 24 июня 1956 года, вместе с другими новинками отечественной авиации, С-1 был впервые публично показан во время традиционного воздушного парада в Тушино. К осени 1956-го производством был закончен второй опытный экземпляр самолета С-2. Его летные испытания начались в октябре. Всего было произведено 1847 Су-7 всех модификаций, из которых 691 самолет был выставлен на экспорт в 9 стран мира, покупателями которых были Алжир, Афганистан, Египет, Индия, Ирак, КНДР, Польша, Сирия и Чехословакия. Су-7 построен по классической схеме, имел стреловидное среднерасположенное крыло с углом стреловидности 60 градусов, обеспечивающим очень высокую скорость. В качестве основных удельных параметров самолета главный конструктор выбрал тяговооруженность близкую к единице, чем добивался максимальной скорости летательной машины и нагрузку на крыло около 300 кг на квадратный метр для придания скоростной маневренности, что было довольно необычно по тем временам и воспринималось как фантастика. Первый раз в истории советского авиастроения для конструкции Су-7 были применены цельноповоротные стабилизаторы с необратимым бустерным управлением, с использованием гидравлических механизмов, что исключало отказ управления в целом, и это стало принципиально новым решением Сухого — сделать бустер двухкамерным, с двумя золотниками и питанием каждого от своей гидросистемы. Впоследствии этот способ широко применялся на всех зарубежных и отечественных самолетах. Существенным недостатком всего семейства самолетов типа Су-7 были плохие взлетно-посадочные характеристики, полностью определявшиеся выбранной аэродинамической компоновкой с относительно тонким крылом большой стреловидности. Следствием являлись высокие взлетно-посадочные скорости Су-7, что в свою очередь приводило к существенному удлинению потребной длины ВПП. С целью улучшения взлетно-посадочных характеристик было разработано несколько модификаций самолета. Модификации самолета Су-7 – фронтовой истребитель Су-7Б Двухместный серийный истребитель-бомбардировщик Су-7БКЛ Колесно-лыжная модификация самолета для улучшения условия базирования на грунтовых взлетно-посадочных полосах Су-7БМ Модификация Су-7Б с новым бортовым оборудованием и двигателем АЛ-7Ф1 с повышенным ресурсом Су-7БМК Экспортный вариант Су-7БМ с некоторыми улучшениями конструкции, реализованными на Су-7БКР Су-7У Учебно-тренировочная модификация самолета на базе Су-7Б Су-7УМК Экспортный вариант Су-7У В вооруженном арсенале самолета находятся две пушки НР-30 по 70 патронов на пушку Две неуправляемые ракеты С-3К или С-5 или С-24 Имеется также две бомбы по 500 килограммов каждая Либо четыре по 250 килограммов Либо одна ядерная бомба РДС-4 Общая боевая нагрузка самолета составляет 2000 килограммов при шести точках подвески Боевое применение самолетов семейства Су-7 зарегистрировано в шестидневной войне В воздушных боях израильскими истребителями были сбиты 9 египетских Су-7 Во время Третьей Индопакистанской войны индийские Су-7 совершили около 1500 боевых вылетов 14 декабря в результате налета Су-7 было полностью парализовано железнодорожное сообщение от Касура до Пугхпатана Индийцы стали использовать на самолетах тяжелые НУРС С-24 На следующий день от удара ракетами С-24 была поражена ГЭС в Сулейманке 16 декабря индийские Су-7 в секторе Шакаргарх уничтожили 17 пакистанских танков, потеряв один самолет На следующий день индийские штурмовики полностью уничтожили эшелон с танками на станции Вазерабат Лишив пакистанцев подкреплений В Октябрьской войне Су-7 применялись Египтом, Сирией, Ираком, Алжиром Во время египетско-ливийского военного конфликта, по некоторым данным, один египетский Су-7 был сбит истребителем Мираж-5 ВВС Ливии По другим он был сбит из ПЗРК Стрела-2 Во время гражданской войны в Афганистане, афганские Су-7 нанесли удар по территории СССР, что привело к гибели мирных жителей Шесть афганских Су-7 взорваны маджахедами на аэродроме Шинданд в 1985 году В 1983 году один афганский Су-7 был угнан летчиком в Пакистан Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова